В Казахстане выработают прогнозный план развития в посткризисный коронавирусный период. В нем должны быть учтены не просто концептуальное видение угроз, но и возможностей. Такую задачу поставил сегодня перед членами Кабмина председатель Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев встретился с министрами социального и экономического блоков правительства. Повыска дня заседания Совета Безопасности состоит из трех вопросов о текущих рисках в социально-экономической сфере. И по трем вопросам выступит министр здравоохранения СОИ с докладом о ситуации в сфере здравоохранения и готовности на случай новых угроз. Второе. Министр национальной экономики Доленов с докладом о рисках социально-экономического развития и мерах по их нейтрализации. И третье. Министр образования и науки Аймагамбетов с докладом о мерах по обеспечению стабильности и качества образовательного процесса. И другие вопросы, которые мы обсудим с членами Совета Безопасности, актуальны для нашего государства на современном этапе. Я знаю, как тяжело пришлось на пике кризиса. Силы были брошены туда. Врачи не жалели себя. Еще раз благодарим их. Ситуации мы тогда выправили, но сейчас нужна реалистичная, беспрекрас, оценка и прогноз. Мы должны быть во всеоружии перед возможной осенней вспышкой. Главная задача быть готовыми к наихудшему сценарию развития пандемии и сопряженных с ней угроз. Нурсултан Назарбаев указал на необходимость подготовки ресурсов на случай глобальной второй волны пандемии. Выработки исчерпывающих мер упреждающего реагирования, чтобы опережать, а не догонять. Поставил Нурсултан Назарбаев перед ответственными органами еще одну задачу. Коронавирус не повод допускать ухудшение криминогенной обстановки и роста преступности. Акцент должен быть сделан на выработке профилактических мер как в области здравоохранения, так и в обеспечении безопасности и качества жизни каждого жителя страны. Второе. Подведем итоги. Первое. Правительству надо выработать прогнозы развития посткризисный период, концептуальное видение основных угроз и возможностей. Второе. Мы должны также быть готовы к наихудшему сценарию развития пандемии, сопряженных с ней угроз. Минздрав, МЧС должны выработать необходимые меры, упреждающие реагирование, если произойдут такие события. Правительству принять меры по снабжению продовольствием, лекарственными средствами, недопечению необоснованного подорожания социально значимых товаров, роста тарифов, качественной подготовке к отопительному сезону, а также иных актуальных вопросов. Об особом акценте в ближайшее время на работе нового министерства по ЧС говорил сегодня Хасам Шумар Токаев. В аккорде президент встретился с главой этого ведомства. Сотрудники МЧС, кстати, будут курировать также и вопросы промышленной безопасности и государственного материального резерва. Раньше этим занимались другие госорганы. По итогам встречи Токаев поставил перед Елиным ряд конкретных задач. В частности, он отметил, что необходимо своевременно подготовиться к отопительному сезону и оставаться каждый день на чеку, быть готовым к снежным заносам и весенним паводкам. Отмечу, что необходимость создания Министерства по чрезвычайным ситуациям резко обозначилась во время действия в стране режима ЧП, когда возникла необходимость в работе профессиональных спасателей. А между тем, в Казахстане всего за день резко выросло число больных пневмонии с признаками коронавируса. По данным Минздрава, за минувшие сутки в стране выявлено 408 больных, при этом накануне их было всего 8. Согласно статистике, которую ведет ведомство, с 1 августа в стране зафиксировали 30 074 случая пневмонии, скончались от нее за этот период 332 человека. Напомним, ранее министр здравоохранения заявил о возможном росте заболеваемости COVID-19 в ноябре-декабре. Настораживает и ситуация с коронавирусом в мире. По последним данным, число зараженных COVID-19 на планете приближается к 30 миллионам. Вновь начали расти цифры в странах Европы, из-за чего местные власти вынуждены были пойти на ужесточение ограничительных мер. Правительство Германии собирается объявить столицу Австрии, город Вену, зоной риска из-за распространения коронавирусной инфекции. С 14 сентября здесь на фоне увеличения статистики заболеваемости расширили обязательный масочный режим на все закрытые помещения в сфере торговли, услуг и общественные заведения. А во Франции временно прекратили занятия в более чем 2000 классах школ. Инициативу поддержали и власти Израиля. Здесь с завтрашнего дня планируют полностью закрыть все школы. Наихудшая статистика по суточному приросту как новых заболевших, так и смертельных случаев зафиксирована в Индии. С начала пандемии в этой стране COVID-19 заразились 5 миллионов человек. Ежесуточно в Индии выявляют от 80 до 100 тысяч зараженных, а умирает свыше тысячи человек. Тревогу вызывает тот факт, что миллион зараженных в Индии были выявлены только за последние 11 дней. Очевидно, если население не будет соблюдать социальную дистанцию, последствия могут быть необратимыми. Взаимодействие между людьми нужно минимизировать. Только так мы сможем побороть эту болезнь. Между тем, Польша исключила Казахстан из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение. Летать в европейскую страну казахстанцы могут уже 16 сентября. В распоряжении польского правительства указано, что в нашей стране улучшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация. Черный список государственским. Воздушное сообщение временно прекращено. Власти Польши обновляют каждые две недели. Пока в нем остается еще порядка 30 стран. К другим темам. Провести масштабную кредитную амнистию для казахстанцев и предприятий, исправно плативших во время пандемии налоги, предложил Мажелесмин Айхан Конуров. Идею он озвучил в своем депутатском запросе в адрес правительства. По его словам, многие компании сейчас находятся на грани банкротства, а без доходов во время карантина в стране остались больше 4 миллионов человек. Фактически, отмечает депутат, уровень безработицы подскочил до 46%, что является беспрецедентным показателем в истории страны. В рамках подготовки кредитной амнистии коммунисты предлагают создать госкомиссию, провести аудит займов, определить источники финансирования и критерии для участников амнистии. Казахстанские чиновники изучают европейский опыт формирования и распределение местных бюджетов с участием населения. Суть проекта в том, чтобы жители сами определяли первостепенные нужды населенного пункта и оценивали затраты на них. Мастер-класс в онлайн-формате устроил профессор из Португалии Доменгуш Родригес. Оказывается, что в Европе своим видением по развитию региона может поделиться даже турист. Зачастую именно приезжие дают дельные объективные советы властям, так как им со стороны виднее, уверен эксперт по партиципаторному бюджетированию. К слову, перспективный демократический проект уже пытаются внедрить. В Казахстане в конце августа Аким Алматы Бахаджан Сагентаев объявил о начале сбора идей от горожан, куда потратить деньги. До 800 миллионов тенге может выиграть по результатам онлайн-голосования любой район мегаполиса. Сообща с жителями пытаются благоустроить и запад страны. Например, в Хромтаун на реализацию народных инициатив планируют потратить 50 миллионов тенге. Был предложение сделать кладбище для животных. Но я посмотрел на это и думаю, ну что это такое кладбище, как это мы будем делать, что-то не то здесь. Потом стал думать, у меня у самого есть животных. Но у меня есть огород, есть часть земли. А тех людей, которые имеют свои собаки, которые живут 20 лет, или там 14 или 15 лет, живут на много этажах. Ну а куда они девают идти? Их в мусор выбрасывают. То есть, и что получилось? Что я бы никогда не додумался, как управляющий, что это нужно. А из-за того, что люди предложили, это стало очень популярно и выиграли. Зато в Каражале, что в Карагандинской области, жители недоумевают. Зачем им в городе еще один спорткомплекс? Кстати, стоимостью почти полмиллиарда. Руководством области в свое время этот проект был назван нецелесообразным и денег на него не дали. Однако местный Аким стройку почему-то все-таки начал. В то время, когда в городе нужна больница и детские сады. Юлана Чаус пыталась понять, кому это выгодно. Этот забор в Каражале – символ стройки нового спорткомплекса. Но появился он прямо на дороге к спорткомплексу Старому. И вызвал у жителей вовсе не радость. Больше хода нет. Здесь кругом арки. Перекрыли, ничего не сказали. Перекрыли, начали свою работу заниматься. Мы через прокуратуру просили письменно, чтобы прокуратура открыла нам этот ход. Старый спорткомплекс – это два огромных зала по тысяче квадратных метров каждый. Душевые, тренажеры, теннисные столы и недостроенный еще с советских времен бассейн. Первая секция здесь появилась в 90-х годах. Тут было 9 видов или больше видов спорта. Я вам сейчас не могу сказать. Здесь было около 30 тренеров работали раньше. По всем видам спорта. Потом, когда уже немножко были перемены, все тренера ушли в бизнес, разъехали в другие города, переехали. И вот Дюсен Ташкевич единственный остался. Чтобы спасти от разрушения, Дюсенбай Ташкеев выкупил заброшенное здание. А в 97-м сенсей открыл здесь секцию дзюдо. Золотые медали международных соревнований воспитанники стали привозить гроздьями. Секция приобрела статус «Специализированная школа Олимпийского резерва». Сейчас в этом зале тренируются 250 дзюдоистов, а в соседнем – секция мини-футбола. По вечерам приходят фитнес-группы. Но все же загруженность помещения невелика. В крошечном и удаленном от областного центра городе профессиональные тренеры не задерживаются. Залы пустуют. Это очень обидно, жалко. Приглашаем, рекламируем, чтобы люди приходили, занимались спортом, оздоравливались. Но, как видите, пока мало людей. Сейчас в населенном пункте нет ни одной спортивной школы. Но в местном Акимате решили, что для развития спортивного многообразия в городе не хватает лишь нового зала. И, несмотря на заключение комиссии областного управления физкультуры и спорта о нецелесообразности строительства, работы все же начались. «Мы заявлялись, но в этом году нам не было поддержано и средств вышестоящих бюджетов. Финансирование на данный момент у нас всего частично имеется из городского бюджета. Всего лишь 40 миллионов тенге. На следующий год мы планируем заявиться, очередной раз заявиться в отраслевые управления для финансирования дальнейшего строительства». Предварительная стоимость строительства ФОКа – 470 миллионов тенге. Плюс последующие расходы на содержание и эксплуатацию здания. Насколько рационально тратится местный бюджет – вот мнение горожан. То есть, если бы вы выбирали детский садик, бассейн или новый закрытый спортзал? Ну, закрытый спортзал у нас есть, в принципе. Там только тренера должны быть. А и бассейн – это летом обязательно. «Детский садик построить, знаете, у нас детский старик очень старый. Как-то условия сжог баларга. Дети там часто болеют. То, что условия сжог там прохладно. Хоть и там ремонт делалось, все равно». «Детский сад, который не хватает». «Садик новый. И бассейн тоже не мешает». «Ну, вообще-то лучше детский сад». Решить вопрос диверсификации городского спорта считают и жители, и специалисты профильного ведомства. Возможно, без бюджетных трат и строительства. Почему же оно все же началось? Сейчас разбирается прокуратура. Юлана Чаус, Айлау Игликов. Итоги дня. Карагандинская область. Перестали доверять местному Акимату и жители села Дола на Алматинской области. Здесь годами не решаются проблемы. В селе лишь одна школа, где можно получить только начальное образование. А после четвертого класса детям приходится ездить за знаниями в город, который находится в десяти километрах от дома. Жалуются сельчане и на отсутствие качественной медицины. Все население, а это 5000 человек, обслуживает единственная маленькая амбулатория. Построить поликлинику им обещали еще три года назад, но к ее возведению приступили лишь недавно. Так местный Аким и потерял доверие жителей. Они считают, что главу села должны избирать сами сельчане. Это изменит ситуацию к лучшему. Доверие слушателей, похоже, теперь будут завоевывать и казахстанские исполнители. Артистов обяжут предупреждать об использовании фонограммы во время концертов. Эта норма содержится в поправках в закон о культуре. Их сегодня одобрили в Можелисе. Законодательные новшества также обяжут эстрадных певцов вести себя прилично. Забрань и нетрезвый вид будут штрафовать. Что думают по этому поводу сами артисты, расскажет Динара Жанбатырова. Такие оплошности часто прощают любимым артистам. Но в Минкультуре это, похоже, считают нечестным по отношению к зрителю. Поешь подплюсовку – предупреди поклонников. Теперь это правило узаконили. Внесли соответствующие поправки в закон по вопросам культуры. И с такими нововведениями согласны эстрадные исполнители. Честно говоря, я ждал этого дня. Я очень надеюсь, что этот закон будет работать, что не будет каких-то моментов, когда можно будет договориться, доплатить. И считаю, что права у артиста, который тратит большие средства и силы на живое исполнение, прав должно быть больше, нежели права тех, кто, грубо говоря, выходит в золотом пиджачке на сцену, не проверив даже, как звучит микрофон. Зритель должен чувствовать энергетику исполнителя. За этим люди и ходят на концерты, считают депутаты. По их словам, норма об информировании и использовании фонограммы не решает проблему. Но как бы предупреждает. Знаете, на что вы тратите деньги. Можелесмены предлагают и вовсе запретить неживое исполнение. На мой взгляд, эта норма половичная и дает возможность исполнителям, не имеющих ни слуха, ни голоса, используя фонограммы, злобо употреблять вниманием зрителей. Как вы относитесь к тому, чтобы не использовать фонограммы, то есть запретить их вообще? Мы предусмотрели несколько регламентирующих норм. И в рамках гражданского договора между исполнителями и организаторами предусмотрены нормы, которые они должны исполнять. За неисполнение также мы предусматриваем административную ответственность. А еще штрафы ждут организаторов и самого исполнителя за моральное поведение на сцене. Потому никакой брани и выпивки во время концертов. Выступление в нетрезвом состоянии и неопрятный вид тоже будет считаться нарушением закона. Но такие новеллы, по мнению певицы Рано Умаровой, ограничивают их в творчестве. Это же не только прийти и извлечь из себя набор каких-то звуков. Это же творчество. Человек поет, отдается этому. Во время исполнения он испытывает какие-то эмоции. Эмоции проходят, возможно, через тело. И не зная, что может истолковаться, как и моральное поведение. Тем самым, вот этот закон, наверное, он как-то артиста сковывает. Нормы законопроекта коснулись и авторов книг. В Минкультуре изменили правила выкупа литературного произведения. А теперь государство будет покупать книги только на определенный срок. Лишь для издания и распространения в библиотеках страны. А значит, писатель и дальше сможет пиарить, издавать или продвигать свои труды. Дело в том, что приобретение у автора литературы подразумевает передачу авторских прав государству на весь срок авторского права. Раньше у авторов книг отсутствовало право переиздавать, продавать в книжные магазины или реализовывать произведения другими путями. В этом случае задача государства по обеспечению доступа к культурного продукта населению не исполняется, а наоборот ограничивается. Не ограничивать в доступе решили и казахстанских читателей. Электронные библиотеки появятся в каждом регионе. Они будут интегрированы через систему национальной библиотеки. Не приведет ли появление электронных библиотек к закрытию библиотек традиционного формата? И кто будет проводить мониторинг и отвечать за возможное появление в электронной библиотеке изданий, подрывающих авторитет государственной власти, межнационального и межрелигиозного единства? Мы свои нормы направили на внедрение единого электронного читательского билета и единого каталога, который позволит, естественно, еще шире предоставлять услуги. Мы планируем внедрение программного такого системного информационного продукта, который будет отслеживать какое-то аномальное поведение тех или иных, например, программных продуктов. У государственных библиотек и музеев появятся платные услуги. Таким образом, в Минкультуру намерены дать им возможность заработать. Над этим важным законопроектом депутаты межрелицы работали около 10 месяцев. Было проведено 7 заседаний рабочей группы и расширенное заседание комитета. Проделана большая работа. Надеюсь, этот законопроект даст хороший импульс развитию сферы культуры. Кроме этого, нормами законопроекта было решено создать художественные советы в регионах. Они будут отвечать за местные объекты культуры. Динара Жамбатырова, Дана Морзатай. Итоги дня. Кроме поправок в закон о культуре, обсуждали сегодня в Мошелесе и проблемы, возникающие на рынке электроэнергии. Депутат Мируэрд Казбекова обратилась с запросом в адрес главы правительства. По ее словам, Самрук Энерго, нарушая законы конкуренции в этой сфере, навязывает предпринимателям вместе с дешевой электроэнергией более дорогую. Помимо этого, госкомпания продает электроэнергию не напрямую, а через частных посредников энергоснабжающей организации. При этом Казбекова подчеркнула, что созданная для прозрачных электронных торгов компания КОРЭМ практически простаивает, поскольку менее 10% электроэнергии реализуется через открытые торги, а более 90% по прямым договорам. В результате казахстанские предприятия не имеют возможности напрямую покупать казахстанскую электроэнергию. Фракция «Аржол» предлагает кардинально пересмотреть модель энергетического рынка, внедрив механизмы прозрачности и конкурентности, запретить оптовую реализацию электроэнергии крупным промышленным предприятиям через посредников, увеличить объем реализации электрической энергии на открытых электронных торгах, ликвидировать все посреднические государственные организации по управлению коммунальными предприятиями. 57 транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей оштрафованы в Восточно-Казахстанской области за перегруз машин. Дело в том, что по областным и республиканским трассам курсировало немало фургонов и самосвалов с превышенной максимально допустимой массой. Понятно, что многие дороги на такой перегруз попросту не были рассчитаны. Однако теперь ситуация должна измениться. Многотонные фуры сейчас взвешивают прямо на придорожных стоянках. Мобильные посты выставлены на оживленных загородных маршрутах. Обстановку на дорогах выяснял Вячеслав Ветлугин. Без водительского удостоверения и сопроводительных документов так по дорогам Восточного Казахстана тоже ездят. С начала года водители больше грузов нарушили ПДД на 9 миллионов тенге. Однако миллионные штрафы междугородних грузоперевозчиков так и не дисциплинировали. В этом году больше двух тысяч перегруженных фургонов выехали на дороги Казахстана. Но водители почему-то уверены, что асфальт ружится вовсе не под колесами грузовиков. В чем проблема? Все-таки в дорогах или в больших грузах? В качестве дорог. Во всех странах есть большие грузы. Дороги надо делать, потому что по-моему, да и все. Слайд просто хорошо делают. То есть к дорогам претензий больше, да, все-таки? Конечно, к дорогам. Впрочем, доля истины в словах водителей больших грузов тоже есть. По данным специалистов дорожно-эксплуатационных служб, при ремонте, прокладке и реконструкции республиканских, городских и областных трасс выявлено свыше 900 технологических нарушений. В этом году в регионе с нарушением реконструировали почти полторы тысячи квадратных метров дорог. Больше 400 предписаний с требованием переделать некачественно уложенный асфальт мы отправили дорожно-строительным компаниям. По результатам экспертиз очень много замечаний к подрядчикам. Проконтролировать фактическую нагрузку на 4000 километров республиканских трасс региону помогут как минимум пять мобильных постов взвешивания транспорта. Целесообразность их приобретения рассматривает областная бюджетная комиссия. Также на местных автодорогах планируют оборудовать штрафстоянки для больших грузов. Вячеслав Федлугин и Дмитрий Пыхтин. Итоги дня. Восточно-казахстанская область. Сегодня в Алматы презентовали необычный арт-объект. Это инсталляция, созданная из разноцветных мусорных пакетов. Ее автор – казахстанская художница Сауля Сулейменова. В начале июля Ассоциация экоорганизации Казахстана при поддержке столичных властей организовала сбор полиэтиленовых пакетов среди жителей Нурсултана. В результате удалось собрать больше 400 тысяч пакеты разных цветовых оттенков. Послужили рабочим материалом для создания картины. Произведение получило название «Небо над Астаной». На нем изображен абстрактный городской пейзаж. Акцент в котором сделан на небо. Именно оно, по словам автора проекта, стало визитной карточкой столицы Казахстана. Сверхзадача акции – привлечь внимание казахстанцев к проблеме утилизации мусора. Ну а теперь к другим темам. В Уральске под срывом программа по стерилизации бродячих животных. Напомним, с нового года в регионе планировали применить новый метод борьбы с бездомными кошками и собаками. Власти города тогда обещали, что убивать их, к счастью, больше не будут. Действительно, тогда их предполагалось стерилизовать, вакцинировать, чипировать и выпускать обратно на улицы города. На это даже выделили деньги – больше 56 миллионов тенге. Однако сейчас ни отлов, ни стерилизация не проводятся. Почему, узнавала Роза Сатканова. Вот такие собаки ходят, никого не боятся, могут укусить. Потом у них вот эти лишаи. Бродячие животные заполонили улицы города. Страшно становится и детям, и взрослым. У нас власти собаками не занимаются вообще. И каждое утро, когда ведешь ребенка в школу, каждый раз новые собаки. Они и мусор таскают, они и с рынка шкуры таскают, и маслы таскают. Кстати, скоро зима идет. Они будут очень голодные и злые. Я не против собак, но это надо заниматься. По новым правилам бездомных собак запрещено убивать. Их должны отлавливать. Агрессивных усыплять, остальных вакцинировать, кастрировать или стерилизовать, а еще чипировать. Но делать это оказалось некому. Конкурс госзакупок по услугам отлова биостерилизации бродячих животных проводился два раза. Первый конкурс не состоялся в связи с тем, что не было заявлений от потенциальных поставщиков услуг. Во втором конкурсе принимали участие несколько организаций. У выигравшей организации было помещение только было. Когда они начали строить клетки, вольеры для животных, вот жители тогда выступили против. 17 августа с компанией-победителем заключили трехсторонний договор на 188 миллионов тенге. Поставщик должен был в нынешнем году отловить и стерилизовать в регионе больше 5000 бродячих собак и кошек. Уже собирался приступить к работам, но помешали жители. Они требовали перенести питомник в другое место. К таким расходам компания оказалась не готова. На сегодняшний день идет процесс расторжения договора между управлением и то Карачаганак промсервис в связи с поступлением уведомления от подрядной организации об отказе от выполнения указанных работ. В дальнейшем управлением планируется заключение договора государственных закупок с ветеринарными станциями районов и города Уральск по предоставлению услуг отлова и биостерилизации бродячих собак и кошек. Получилось, что отлавливать и стерилизовать бродячих животных снова некому. По-прежнему занимаются ими лишь зоозащитники. За свой счет начали стерилизовать года три назад. Также мы начали уже чипировать. Тут находится чип подкожно. То есть можно аппарат специально приложить и будет видно номер регистрации данной собаки. В нашем приюте находится где-то 60% уже стерилизованных и 10% чипированных. На попечении общества хатика больше 70 собак и 30 кошек. Ухаживают за ними всего два волонтера. За помощью они часто обращаются к уральцам. Помещение питомник арендует за счет взносов неравнодушных. Также помогают с едой и лекарствами. Аренда 50 тысяч в месяц. Ком-услуги лечения обходятся немало, так как мы сейчас стерилизуем за свой счет по 12 тысяч собак. На лечение примерно 200 тысяч в месяц. На кормежку примерно 200-250 тысяч в месяц уходит. Это несмотря на то, что мы с волонтером Олесей тратим большую часть зарплаты. У нас воды нет, мы привозим воду с колонки. Конечно, мы били за то, чтобы построили приют, но приют оказался слишком дорогостоящим. И поэтому их было решено прививать, чипировать и отпускать на улицу после этого. Жизненная история этих собак как пример человеческой жестокости. К примеру, эту собаку по имени Лола собирались съесть люди без определенного места жительства. Зоозащитники отбили ее у живодеров и пристроили к себе. Теперь у нее, так же, как и у многих других здесь находящихся новый дом и новые хозяева, которые их больше никогда не предадут. Зоозащитники рады предложить свою помощь, но не подходят по условиям конкурса. Среди предъявляемых требований наличие хирургического кабинета со всем оборудованием, пред и послеоперационных помещений и отдельно для эвтаназии безнадежно больных животных, чипов и сканеров для их считывания и многое другое. Условия нереальные для того, чтобы участвовать в тендере. ИП должно быть. То есть у нас ни у кого нету приютов ИП, чтобы участвовать. Мы сейчас как волонтерское движение. Даже ветврачи не до конца снабжены тем, что надо. У них нет питомника, они не смогут содержать. Такое ощущение, как будто подобрано, я не знаю, очень интересным образом, чтобы мало кто мог позволить себе участвовать. Выиграла компания, которая к этому отношению вообще не имеет. Пока решается судьба бродячих животных, в городе больше 600 человек пострадало от их нападений. Роза Тканова, Руслан Газезов, Канат Махмутов. Итоги дня. Уральск. В Атерау в период локдауна компании пересадили своих сотрудников на велосипеды. В условиях пандемии это экономично, экологично и помогает поддерживать здоровый образ жизни. В коллективе говорят работодатели. Коронакризис помогает вводить и инновации на производстве. Теперь рядовые сотрудники могут влиять на бизнес-процессы своей компании. О нововведениях в условиях локдауна – репортаж Алии Жамитовой. Все объекты этого предприятия расположены далеко друг от друга. И для того, чтобы сотрудники могли оперативно добираться до пункта назначения, руководство решило закупить для них вот такие вот трехколесные велосипеды. Во-первых, это безопасно, во-вторых, экономично, а в-третьих, помогает поддерживать здоровый образ жизни. Саламат Сарсингалиев – заведующий на нефтеперекачивающей станции. Если раньше обходил объекты пешком, теперь пересекает несколько сотен метров на велосипеде. Говорит, что очень удобно и безопасно. А самое главное – экономит время. Теперь скорость передвижения рабочих увеличилась в три раза – с пяти до пятнадцати километров в час. У нас были закуплены трехколесные велосипеды, чтобы исключить риски падения персонала. Во время пандемии нам данные велосипеды помогают поддерживать здоровый образ жизни персонала, физическую форму поддерживать, для того, чтобы быстро, оперативно реагировать на эксплуатацию оборудования, чтобы доехать до места назначения. Пандемия внесла коррективы и в рабочий процесс. В этой компании коллективные собрания уже полгода не проводят. Зато каждый сотрудник в течение месяца может внести свои предложения, как улучшить условия труда или оптимизировать производство. Все пожелания можно внести в карточку наблюдений. Лучшие идеи берет на заметку работодатель. Было предложение о замене ртут-содержащих ламп освещения на энергосберегающие светодиодные лампы последнего поколения. Эта работа у нас тоже проводится поэтапно. Мы переходим сейчас поэтапно на светодиодные лампы. Пока медики прогнозируют вторую волну коронавируса, местные предприятия уже вовсю внедряют цифровые технологии и инновации в производство, чтобы быть готовыми к любому повороту событий. Алья Жамитова, Тимирлан Султангазиев. Итоги дня. Атырау. Абай и парламентаризм. Автокараван под таким лозунгом выехал из Караганды. Активисты демократической партии Ахжол проедут по местам великого поэта и мыслителя. Так они надеются еще больше понять назидание Абая и его взгляд на парламентаризм и демократию. Кроме того, уверены, что жители, встречи с жителями помогут найти новые смыслы основных его идей в разрезе современности. Маршрут от Караганды до Семея и обратно займет 4 дня. Абай, он синтрист. Он говорит о народе, о родине, о важности, отношении к народу, о справедливости, о такой высокой категории. Поэтому Абай всегда находится в центре этой политики. Пару недель осталось до начала театрального сезона в Павлодаре. После снятия карантина артисты спешно готовят новый репертуар, а искушенный павлодарский зритель с нетерпением ждет премьеры. В этом году театралы порадуют своих поклонников спектаклем по повести Чингиза Итматова «Джамиля». Правда, когда конкретно она состоится, не знает никто. В областном центре сорвались сроки ремонта на главных театральных подмостках. Музыкально-драматический театр имени Жесупека Аймаутова до сих пор окутан строительными лесами. А на самой сцене ремонтные работы в самом разгаре. Последний раз здание музыкально-драматического театра ремонтировали в 2006 году. За это время здесь копилось много проблем. Протекала крыша, внутри было холодно, а обшивка фасада пришла в негодность. Вот таким будет новый фасад театра. Стены обшивают керамогранитной плиткой. Ее цвет преимущественно в темных тонах. Это уже не нравится горожанам, да и самим артистам. Многие считают, что цветовая гамма выбрана не совсем удачно. Для театра может, да, тускловато. Что-то поинтереснее можно было. Это же театр. Что-то с классикой связано. Что Акимат, например, наш взять и взять этот театр, я считаю, выглядит одинаково. Можно было маленько поярче сделать. В последний момент от спроектированного наружного дизайна отказались. Появились сомнения в качестве отделочного материала. Обсуждения по новому фасаду затянулись. И вот теперь строители не укладываются в сроки. Это все мы считаем, что форс-мажорное обстоятельство. По договору мы начали строительство 11 мая. Должны завершить 11 сентября. Срок строительства. Мы сейчас планируем до конца месяца завершить. Не дождавшись завершения ремонта, артисты начали репетиции. Правда, не на родных подмостках, а на сцене госуниверситета. Условия, конечно, не лучшие. Приходится. Театральный сезон на носу. В это время мы уже должны работать со зрителем. К сожалению, пандемия и ремонт в театре внесли свои коррективы. Конечно, сцена не приспособлена для полноценных репетиций. Но артисты стараются, чтобы премьера состоялась. А это первые репетиции творческих коллективов на сцене городского дворца культуры имени Истая. Ее полностью отремонтировали. Концертный зал изменился до неузнаваемости. Новые кресла в бирюзовых тонах располагают гармонию и уюту. Удивляет и новая одежда сцены. Вкупе с подсветкой звездное небо здесь рождается хорошее настроение. Но самое главное новшество – это инновационные звукопоглощающие стены, которые кардинально изменили акустику в зале. Звукорежиссер Александр Белоусов давно просил улучшить акустику. Теперь, говорит, даже настроение совсем другое. Акустика обалденная просто. Плотный звук, кайф. Дворец культуры тоже давно не видел ремонта. Старая сцена давно обветшала, а зачастую зрители не вмещались в зал. Изменилась цветовая палитра и структура большого концертного зала. То есть в зале в целом на балконах обновлен ковролан, обновлены посадочные места для зрителей. Ранее зал был рассчитан на 855 мест. На данный момент, как вы видите, 900 мест. Заниматься творческим коллективом разрешили, но только при соблюдении всех санитарных норм. В репетициях участвует не более 30 человек. Мы проводим первые репетиции в обновленном зале, на нашей новой сцене, к онлайн-концерту, который посвящен открытию творческого сезона. Концертами пока что можно будет наслаждаться в соцсетях и в интернете. Ербулабишев, Самат Аспанов, Марат Ильков из Паладара. Итоги дня. Ну а теперь к другим темам. Пожалуй, один из самых актуальных вопросов осени, как уберечься от гриппа. Сегодня эту тему в Кокшетау обсудили представители партии АО. По мнению приглашенных врачей, необходимо усилить профилактическую работу. А в период пандемии, как сегодня, нужно уделять внимание здоровью даже больше, чем обычно. И одно из, конечно, безусловно, эффективных методов борьбы с инфекциями, с вирусными, это вакцинация. Дело в том, что иммунитет после вакцинации возникает не быстро и не сразу. В среднем он вызывается в течение двух-четырех недель. Поэтому для того, чтобы предупредить инфекцию, вот сейчас в преддверии, можно сказать, вирусных инфекций, нужно делать заранее. Да, вот сейчас как раз самый тот период. Вопросами профилактики озаботились и на востоке Казахстана. В Усть-Каменогорске, похоже, готовятся к сезону простудных заболеваний и, возможно, повторной волне коронавируса. В школах усилили меры безопасности. Ну, а в одном из детских садов даже открыли солевую комнату. Педиатры подтверждают, это реальная возможность противостоять вирусам. Анель Исенбердина убедилась, что детям такой подход нравится гораздо больше, чем лечение таблетками. Ирки Булан-Камбаров уже в подготовительной группе. Обожает конструкторы. А в солевой пещере играть еще интереснее. Тем более рядом друзья. Вместе с ними можно возиться в соли, как в песочнице. Главное, это еще и полезно для здоровья, рассуждает мальчик. Мне трудно, если я солью выбирает, а солью мне корону выбирает. Чтобы мы не болели. Ноу-хау обошлось саду в 2,5 миллиона тенге. Но здоровье дороже. Тем более это хорошая профилактика в сезон простуд. Родители довольны. Я как мама очень рада, что у нас в садике открылась такая комната, солевая пещера. Да, у нас в городе есть, но там дорого. И туда везти нам время должно быть. Здесь у нас бесплатно и иммунитет повышает. В детском саду даже составили график. Каждый ребенок пройдет 10 профилактических сеансов по 20 минут. И будет незаметно, буквально играючи, укреплять здоровье. Причем солевые процедуры полезны не только при вирусных заболеваниях, но и в целом для всего организма, отмечают врачи. При болезнях урви, верхних тыхательных путей, гайморит, включая танзелиты, герматиты, дерматологически больных, псориаз, экзема, очень хорошо помогают. Уделяя в детских садах большое внимание и дезинфекции. Чтобы противостоять COVID-19, закупили специальные аппараты. Они обрабатывают поверхности паром с хлорными таблетками. При этом абсолютно безопасны для детей и не имеют запаха. Так в регионе надеются избежать массовой заболеваемости. Анна Лисенбертина, Жигер Бабаханов. Итоги дня. Узкоминогорск. Салтан, это очень хорошая традиция и инициатива, которую, наверное, можно было бы развивать даже в масштабах всей страны. Желаем вам здоровья и хорошего вечера. Эфир продолжит сериал «Жестокий Стамбул». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин